Здравствуйте, друзья! С вами канал Пластмассовый Енот. Говорим о термопласт-автоматах и не только простым и понятным языком. Сегодня мы начинаем с АЗОВ и поговорим о теме выставления термопласт-автомата по уровню и крепления вибропор. С нами Андрей. Андрей, расскажи, в каких случаях вообще требуется выставлять термопласт-автомат по уровню? Ну, вообще рекомендуется обычно выставлять по уровню, когда купили, при любых перестановках, переездах. И далее мы рекомендуем через месяц проверить состояние уровня. Из-за того, что за месяц станок прирабатывается, встает, принимает свое положение окончательно. И далее каждые полгода проверять правильность. То есть, при установке станка, через месяц после установки и далее раз полгода? Каждые полгода, да. А если какой-то ремонт термопласта произвели? Это касается только, наверное, колено-рычажного механизма. А так, как-то обычно статично стоит. Что для этого нужно? Для этого потребуется уровень брусковый, с допуском 0,02. То есть, вот такой уровень правильный, да? Да, именно с допуском 0,02 мм на метр, брусковый. А вот обычный уровень, который продается в Leroy, это как раз такой желтенький, да? Такой желтенький уровень, он будет показывать уровень, но поэтому это более точный уровень. А вот у этого какая точность у желтого? У этого, по-моему, если не ошибаюсь, 0,5. Пять десятых, а вот у этого две сотых, то есть там на порядок даже больше, да, разница? Да. А вот этот, чего-то маленький такой? Это второе, они просто по размерам разные. Это тоже правильный уровень, да? Да, это тоже, у него тоже 0,02. В общем, такие большие, тяжелые можно? Вот такие строймага нежелательно. Андрей, а что будет, если не выставить по уровню или пропустить момент, и уровень собьется, а ты его не скорректируешь? Ну, что будет? Во-первых, еще износа календаричажного механизма сам по себе будет страдать, то есть будут натирать там пальцы, неправильно работать. Потом будет нарушаться параллельность из-за этого уже плит самих. И то есть при усилии смыкания как раз будет в каком-то моменте пресс-форму в какой-то месте, а будет не дожимать, в каком-то наоборот пережимать. Это все зависит от уровня тоже. И плюс еще, это что касается высоты пресс-формы движения. Если при заводских настройках, то есть давление, если будет 40, скорость 12, как обычно завода установлена, то есть плита должна ходить свободно. Если приходится уже добавлять, то это как бы уже повод задуматься над тем, что уровень может быть ушел. То есть если задняя плита уже ходит не свободно, требуется ставить больше усилия, то надо проверить уровень. Андрей, на практике расскажи, что видел в жизни, что происходило у клиентов, если уровень сбивался? Ну, видел то, что машина, когда была не в уровне, стояла, то есть задняя плита при усилии смыкания, она вообще приподнималась вверх. То есть уже настолько был разбит колено-рчажный механизм. И следующая машина, там такая же машина стоит и параллельно, как раз на ней уже, это было еще дольше, и на ней уже как раз лопнула сама станина. Был еще такой клиент, у которого был неровный пол совсем, мы ему при запуске говорили про то, что надо очень часто проверять уровень, но в итоге станок ушел, задняя часть, и он перестал двигаться, соответственно, высота пресс-формы. И он решил обмануть систему всю и подал туда давление максимальное, там, 150 и скорость 80, а максимум можно 60 подавать. В два с лишним раза? Да. Получается, превысило? И в результате этого порвало вообще колонну из-за того, что как бы не по уровню машины стояла. Так, ну давай тогда поподробнее расскажи, наверное, что такое вебропора, как она работает. И как ей пользоваться? Так, вебропора у нас вот такого типа используется обычно. Да, сама вебропора, это вот как раз резиновая подложка, про которую я говорил, она состоит сама вот в таком виде. То есть здесь гайка с резьбой собирается. Выглядит это приблизительно вот так, то есть лапа у станка. Сюда вкручивается шпилька. И когда вебропора уже выставлена, то есть контрагается обычная гайка. Бывают такие случаи, что хода вебропора не хватает, и приходится подкладывать под нее металлические листы. Станок по цеху транспортируется с помощью таких роликов. Они бывают разных типов, то есть колеса бывают металлические, бывают полиуретановые. Все в зависимости от полов в самом цехе. Перед тем, как его опускать, устанавливаются вебропоры на машину, то есть на лапы прикручиваются. Вебропоры устанавливаются сразу все. Выставили все вебропоры. Далее можно опускать станок на эти вебропоры. Машина у нас сейчас стоит на роликах. Опускать, убирать эти ролики мы будем с помощью домкрата, у которого нижний подхват. Машина выставляется. По колоннам уровня устанавливается в таком положении. И вот как пример использования обычного строительного уровня, который показывает, что машина сейчас стоит по уровню. И пример того, какой результат будет показывать уровень с допуском 0,02 мм. Сверху смотрим. Да. Машина не уровня. Нам сейчас нужно поднять левую часть. Используется ключ на 12. Второй ключ разводной. Потом в дальнейшем закручивается контргайка. Подняли вебропору на нужное расстояние. Посмотрели по уровню. Уровень показывает, что эта сторона у нас стоит в уровне. И теперь затягиваем контргайку на самой вебропоре. До этого докрутил шпильку, да, черную? Да, до этого шпильку черную высота. Теперь затягиваем, чтобы она не раскручивалась. И проходим, протягиваем все остальные вебропоры, шпильки. А вебропорные уже выставлены, то есть их не нужно все выставлять, да? Ну, оно до натяжения натягивается, чтобы они упирались. Получается, вот, вебропора сейчас расслаблена, и она как бы стоит сейчас на крайних только. Ее надо тоже натянуть, чтобы она тоже... С обратной стороны все происходит аналогично, как и с этой. После того, как выставили в другую сторону, нужно проверить уровень поперек машины. Для этого используется ровный профиль, кладется между колонн. Уровень, посмотрим, в каком положении сейчас. В нашем случае ту сторону дальнюю нужно поднимать. Итак, выставление по уровню мы завершили. Обе оси выставлены в допусках. Одна ось, которая продольная, она прямо идеальная, риска в риску. Вторая ось поперечная. Насколько вот на... Где-то на три рисочки смещено. Это допустимо, да? Допустимо, да. С допуска 0,16 мм у нас допуска 0,02. То есть, 8 делений мы можем в ту или другую сторону двигать. В принципе, на этом выставление уровня закончено. Далее можно подключать все навесное оборудование. Спасибо, что были с нами. С вами был канал Пластмассовый енот. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии, какие видео вы хотели бы видеть на нашем канале в будущем. Субтитры подогнал «Симон»!